Традиционно основная тяжесть ответственности за военные преступления против советских граждан в годы Великой Отечественной ложилась на германскую сторону. Однако в последнее время достоянием общественности становится все больше фактов, которые указывают на то, что финны ничуть не уступали немцам в жестокости. У Советского Союза с Финляндией в послевоенный период установились довольно тесные и доверительные взаимоотношения. Во многом это связано с тем, что Финляндия вовремя открестилась от союза с нацистской Германией и примкнула к странам антигитлеровской коалиции. Советская историография никогда не акцентировала внимание на участие армии Финляндии в военных действиях против СССР, правду знали лишь фронтовики и гражданское население, пережившие финскую оккупацию. В самой Финляндии всегда были уверены, что их армия лишь защищала свою территорию от посягательств Советского Союза. Там твердили, что вели справедливую войну, намереваясь вернуть ранее утраченные земли. Правда оказалась совсем неприглядной. Националистически настроенные финские политики еще до начала войны вынашивали планы о Велико-Финляндии, от Карелии до Урала, что далеко выходит за границы исконно финских земель. Финны оккупировали Петрозаводск и участвовали в бомбежках блокадного Ленинграда, который никогда не был в очине Великого Княжества Финляндского. Не соответствует действительности и утверждение, что финская армия остановила свое продвижение на рубежах, за которыми заканчивались их исторические земли. Финны продвинулись как минимум на два десятка километров глубже своих старых границ и уперлись в Карельский укрепрайон, который им оказался не по зубам. Понеся большие потери и отказавшись от идеи прорыва, главнокомандующий финской армии Густав Маннергим вынужден был отвести войска на исходные позиции. Новые обстоятельства открываются и при оценке действий финских военных на оккупированных советских территориях. Инициатива по сбору такого рода информации принадлежит правозащитному центру Симона Визентоля, который расследовал участие финских солдат в геноциде еврейского населения. В частности, сотрудниками центра было установлены факты передачи финским командованием советских военнопленных, среди которых были и евреи, в руки гестапо. На просьбу директора центра Симона Визентоля в Израиле Эфраима Зуроффа тщательно изучить роль финнов-эссэсовцев, в Холокосте откликнулся президент Финляндии Саули Нинистю. С его подачи для исследователей был открыт доступ к архивам, где находились неопубликованные ранее документы о периоде Второй мировой войны. Обнародованные сведения шокировали как исследователей, так и самих финнов, нанеся удар по их национальному самолюбию. Известно, что финны охотно воевали в германских формированиях, в частности почти полтора тысячи финских добровольцев числились в танковой дивизии эсэс «Викинг». Они прошли почти по всей территории Украины, Ростовской области, Краснодарскому краю и добрались до предгорий Кавказа. Многие из этих событий оказались задокументированы в дневниках финских солдат, где среди прочего содержатся отчеты о расстрелах как красноармейцев, так и мирных жителей. В частности, там есть недвусмысленные указания на то, что финские эсэсовцы принимали участие в расстреле жителей Северной Осетии. После исследования, проведенного по запросу Центра Визенталя, в Национальном архиве Финляндии пришли к заключению, что несмотря на отсутствие прямых доказательств участия финских солдат в карательных акциях, они, с большой долей вероятности, причастны к убийствам евреев и советских военнопленных. Объясняя выводы финской комиссии, историк-архивист Дмитрий Фролов отмечает, что, действительно, прямые доказательства по этому делу найти непросто, так как свидетели порой не могли различать, кто являлся палачом немцы или финны, и те, и другие внешне похожи, а разговорным языком между ними был немецкий. В военном архиве Финляндии хранится указ Маннергейма под номером 132 от 8 июля 1941 года, который согласно Уголовному кодексу нашей страны нельзя трактовать иначе, как в ключе политики расовой сегрегации и геноцида русского населения. В пункте номер 4 данного указа написано следующее, к восточным Карелам надо относиться дружественно, но осторожно, русское население брать в плен и направлять в концентрационные лагеря. К русским не следует относить русскоязычных людей, которые имеют финские и карельские корни и которые хотят присоединиться к Карелам. Один из первых концлагерей, созданных финским оккупационным режимом, появился на территории Петрозаводска 24 октября 1941 года. Всего же на оккупированной территории Карелии функционировало 14 концентрационных лагерей для гражданского населения, не считая лагерей для военнопленных. Всего за годы финской оккупации через концентрационные лагеря прошло не менее 30 тысяч человек, что составляло до трети всего населения оккупированных территорий Карелии. В Петрозаводском концлагере полицейские всячески глумились над заключенными, избивали до потери сознания, использовали в качестве мишеней для стрельбы. Один из наиболее изощренных способов пытки, применяемый финами, сильно избитого человека раздевают догола, обертывают простыней, пропитанной раствором соли и держат его так в течение нескольких часов. Местных жителей, заподозренных в помощи или хотя бы в сочувствии партизанам чаще всего ждала казнь, не только расстрел, но и такое средневековое изуверство, как сжигание на костре. Жесткое отношение испытали и на себе, и советские военнопленные. Рядовой Сергей Терентьев, сумевший бежать из финского плена, поведал об условиях содержания в концлагере под Питкерантой. Со слов красноармейца, раненым бойцам не оказывалась никакая помощь, кормили их раз в день небольшим количеством мучного супа, который был больше похож на клейстер. Одно из любимых издевательств надзирателей – опоясать пленного колючей проволокой и волочить его по земле. В концлагере номер 6, размещившемся в Выборге, содержалось до 11 тысяч советских солдат и офицеров. Согласно архивам Финляндии, от голода, болезней и непосильного труда здесь умерло 839 заключенных. В фильтрационном лагере на Араярве на юге Финляндии находилось примерно такое же количество советских военнопленных, нечеловеческих условий содержания, согласно тем же архивам, не выдержали свыше 2700 узников. Примечательный факт. Когда в середине 1943 года мировая общественность стала узнавать о реалиях нацистских концлагерей, о пытках и смерти десятков тысяч заключенных, финны тут же переименовали свои фильтрационные пункты в трудовые лагеря. Однако условия содержания в них остались прежними. Установлено, что из более чем 67 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, прошедших через финский плен, погибло свыше 20 тысяч. Останки многих из них не обнаружены до сих пор. Шокирующим по своей жестокости было отношение в финских лагерях не только к взрослому населению СССР, но и к детям. В своих показаниях попавший в плен рядовой Тойва Лайни сообщил, что знает о существовании фильтрационного лагеря для детей от 10 до 15 лет возле железнодорожной станции Петрозаводска. По словам финского военнопленного, на детей было жутко смотреть, так как от голода они превратились в маленькие живые скелеты. Общее число советских граждан, погибших в финских концлагерях неизвестно и по сей день. Самые скромные подсчеты финских историков говорят о 4 тысячах жертв, советские исследователи называют куда большую цифру 7 тысяч. Историк Константин Морозов в своих работах приводит данные о 14 тысячах погибших, оговариваясь, что это не только жертвы концлагерей, но и все умершие на оккупированной территории Карелии от издевательств, голода и принудительного труда. Подробности поведения финских военных, о которых узнавала советская сторона, говорили о том, что наши северные соседи в своей бесчеловечности соперничали со своими германскими соратниками. При освобождении Красной Армии Восточной Карелии летом 1944 года наши военные рас за разом натыкались на страшные находки. Это были погибшие советские солдаты со следами жутких увечий. Есть и задокументированные случаи геноцида советских военных непосредственно финской стороной. 12 февраля 1942 года финская диверсионная группа отчиталась об уничтожении в поселке Петровский ям нескольких сотен красноармейцев вместе с техникой, оружием и боеприпасами. Но позднее выяснилось, что финны напали на полевой госпиталь номер 2212, людские потери от диверсии составили 85 человек, среди которых 33 военнослужащих, 28 медработников госпиталя, 9 раненых бойцов и 15 мирных жителей. Во время Второй мировой это считалось военным преступлением. Много шокирующих историй поведали советские граждане, пережившие финскую оккупацию. Житель Петрозаводска Борис Новиков стал свидетелем того, как финские солдаты схватили несколько десятков человек и начали их жечь раскаленным железом. Когда садисты вдоволь насладились пытками, они просто расстреляли замученных жителей. Шокирующий случай произошел в начале зимы 1944 года в Шелтозерском районе. Группу местных жителей зверски избили, раздели догола, а затем до смерти заморозили на льду озеро. По воспоминаниям очевидцев, никакого порядка в зоне финской оккупации не было. Там царили разбой и грабеж. Окупанты захватывали деревни, выгоняли оттуда население, запрещая им брать с собой любое имущество, включая сменное белье, а людей отправляли на тяжелые физические работы. В некоторых районах финны отбирали у населения весь хлеб. Ограбленные люди питались березовой корой, соломой, травой и десятками умирали от истощения. Выжившие рассказывали, с каким нетерпением они ждали весны и появления первой травы, которая была спасением от голодной смерти. 19 октября 1944 года, уже после того, как финны перешли на сторону союзников, председатель Верховного Совета РСФСР Андрей Жданов передал главе Коалиционного правительства Финляндии Урха Кострину список из 61 человека, кого советское руководство считало причастным к военным преступлениям. После более чем трехгодичного расследования финские власти задержали 45 человек из этого списка, из которых 30 вскоре были освобождены. Из оставшихся только 14 человек приговорили к различным срокам заключения. Главный фигурант дела, бывший президент Финляндии Риста Рюти, обвинявшийся в подготовке уничтожения Ленинграда и истреблении его населения, был приговорен к десяти годам заключения, однако уже через два года был помилован и выпущен из тюрьмы. Советская сторона не стала протестовать из-за столь мягких наказаний к тем, кто был причастен к геноциду советских граждан. Видимо того факта, что новые финские власти покаялись и пошли на сотрудничество Москве было достаточно. Не так давно Министерство иностранных дел Финляндии запросило у России доступ к документам, касающимся финской оккупации Карелии и функционировавших там фильтрационных лагерей, которые хранятся в российских архивах. В Хельсинки прокомментировали свой интерес тем, что эта сложная и противоречивая тема финской истории должна стать предметом всесторонней дискуссии.